Недвижимость как средство для сохранения денег. Что будет с недвижимостью в ближайшее время? Давайте попробуем проанализировать недвижимость прямо сейчас. Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. У меня канал посвящен инвестициям. И многие люди считают, что одна из лучших инвестиций – это недвижимость. Так ли это на самом деле? Давайте попробуем проанализировать. И я высказываю, сразу говорю, свою точку зрения. Согласны вы с ней или нет? Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ну, а я начну немножечко издалека. Смотрите, что такое недвижимость, откуда она взялась, рынок недвижимости. Я, когда родился и вырос еще во времена Советского Союза, тогда не было рынка недвижимости вообще как такового. Он появился в результате того, что пошли реформы. И еще в Советском Союзе коммунистическая партия уже понимала, что как-то надо иначе вести дела. И там назначили молодого Горбачева, который начал реформы, перестройку и так далее. Но, в принципе, было уже поздно. И в результате после, вот там в 90, по-моему, там или в каком году, уже не помню, приходит к власти Ельцин. Вот. И Ельцин приходит с командой реформаторов. И там они были разные концепции рассматривались. Там Явлинский, Гайдар и так далее. Победила концепция Гайдара, Чубайса и прочих вот младореформаторов, которые говорили, что частная собственность. И, ну, в частной собственности никто не сомневался, что ее надо вводить. Но как ее надо вводить? Ну, Гайдар сказал, что надо вводить резко и шоком. Вот. Шоковый вариант. Явлинский говорил там за три года. Вот. 900 дней, насколько я помню. Или 500 дней. Вот. И победила команда Гайдара, Чубайса. И вот тогда начался рынок недвижимости. С чего он начался? С того, что объявили программу приватизации. В том числе и на жилье. До этого жилья частного не было, в принципе, практически. Вот. То есть, ну, рынок как таковое отсутствовал. Теперь она появилась. А теперь давайте посмотрим, как формируются цены на любой актив. Цена на любой актив – это всегда совокупный спрос. Поделить на совокупные предложения. Вот как они формируются. То есть, есть платежеспособный спрос, есть платежеспособные... Есть предложение. Смотрите. А поделить на Б. Что у нас в начале 90-х? Но спроса, как такового, еще нет. Только-только начинают появляться новые русские. Но в то же время и нет предложения на недвижимость. И объявляется программа приватизации. Что происходит? Смотрим на эту формулу. Спрос не изменился. Предложение резко начинает расти. Потому что люди начинают резко приватизировать свои квартиры. И есть квартиры, которые людям просто не нужны. Ну, скажем, родители ушли. Дети куда-то уехали. Кто-то уезжал в Америку. Распродавал квартиры. Поэтому появилось бешеное предложение. Согласно этой формулы, что с ценой будет на недвижимость, если спрос не растет, а предложение вот так вот и выросло. Значит, цена на недвижимость упадет. И я хорошо помню, что я уже был, ну, немножечко новым русским. Я думал, так сказать, может продать свою квартиру трехкомнатным. Потому что нафиг она мне не нужна. Так вот, трехкомнатную квартиру мы когда оценивали, значит, там получилось, что она должна стоить в районе 24 тысяч долларов. То есть, ну, немногим больше миллиона. Это трехкомнатная квартира. Цены были крайне низкие в то время на недвижимость. И, ну, вот тогда ее надо было брать. Вот. И потихонечку это все вот так вот развивалось, как-то развивалось. Короче говоря, приходит к власти Путин в 99-м году. И в это же время начинают расти резко цены на нефть. И в Россию потекли доллары. И тогда с Америкой были отношения прекрасные. В России идут инвестиции, идут доллары. В России все начинает расти. В том числе и цены на недвижимость. И помните, что нефть стоит бешеные деньги. И тогда же начал формироваться резервный фонд. Он уже был сформирован для того, чтобы остановить этот поток, хоть немножечко задержать доллара в России, потому что, ну, иначе это будет, ну, как называться, голландская болезнь. Вот. Короче говоря, цены начинают расти. И Путин сказал, что мы, прям буквально вот, когда он пришел к власти, первый или второй год, мы вводим программу ипотечного кредитования. То есть вот эти деньги нефтяные. Я-то думал, что Россия должна, по идее, направить их на развитие промышленности. Но правительство избрало немножечко другой путь. Она избрала на стимулирование, ну, конкретного, конкретной области, именно строительства. И именно вот через ипотечное кредитование. Ну, в принципе, тоже неплохо, на самом деле. Ну, вот такой принцип она ввела. Смотрите, опять на эту же формулу возвращаемся. Что было в это время с предложением? Ну, приватизированные квартиры уже как-то более-менее, они, во-первых, разошлись. Во-вторых, они были чахленькие. И все это были хрущевка, так сказать, жилищный фонд. Строительные организации были слабенькие, в общем-то сказать, там СУ, СМУ какие-то, строительно-монтажные управления. Какие-то вот, ну. И они могли строить только панельки и хрущевки. Вот оно, ипотечное кредитование. Что это такое? Это когда государство выделяет огромные деньги через уполномоченные банки на то, чтобы люди получали кредиты на жилье. Какое жилье можно было купить в кредиты, под какими условиями? Ну, вначале это только-только начало развиваться, когда условия были такие. Ну, ты должен показать у себя постоянные доходы, у тебя должен быть первоначальный износ. Насколько я помню, вначале это было 75% от стоимости квартиры. Причем квартира должна быть новая в строящемся доме, чтобы стимулировать строительство. Вот. Поэтому вначале могли получить такие кредиты только избранные, или самые богатые люди могли купить квартиры. Но деньги выделены, огромные. И смотрим на нашу формулу. А поделить на Б. Б на том же состоянии. А резко растет. Что будет с ценами? Цены будут расти в долларах. И вот в эти времена, в начале 2000-х, недвижимость была реально самым лучшим активом. Потому что недвижимость росла, если пересчитывать в доллары, 30-40-50% в год. Естественно, сюда потекли деньги, именно в долларах, большие деньги, в область недвижимости. Те, кто богатые люди, или, значит, там какие-то финансовые группы, они скупали недвижимость буквально подъездами. И кто не такие богатые, ну, просто смотрите. Но если квартира растет 30% в год, или там 40%, представьте себе, за два года ее стоимость удваивается. Что делали простые люди? Брали ипотеку. Значит, там, ну, у них там, скажем, живут, вот у меня знакомые в двушке, там, у них там на три семьи двушка и однушка. Что они делают? Они берут, значит, однушку освобождают, вселяются все вместе, кучно живут в двушке, продают эту однушку, и покупают на этапе фундамента еще квартиру однушку, или двушку, там, по-моему, я не помню. Сразу две, короче говоря. Вот. И к моменту завершения строительства, через два года эта квартира дорожает настолько, что, значит, они продают одну из этих квартир, соответственно, получают вторую, хватает денег на ремонт, и на вклад уже на следующую квартиру. Что они делают? Они покупают, повторяют ту же самую операцию еще раз, опять две квартиры, опять строят, и у них еще одна квартира, ну, две квартиры, они ее продают одну, и все расселяются дружно и так далее. Ну, там были разные схемы и так далее. Цены росли в бешеном темпе. К чему это привело? Ну, прежде всего, кто были бенефициары вот этого всего процесса? Ну, прежде всего, ну, конечно же, начали расти строители, то есть строители начали зарабатывать бешеные деньги, и возник дефицит строительных материалов. Пошел рост на строительные материалы, возник дефицит площадей под строительство, площадок под строительство. А вот тут больше всего, конечно же, заработали чиновники, которые распределяют вот эти самые участки под строительство. Вот тут был для них расцвет. Там, значит, там за взятки, естественно, все это было, потому что просто так никто участок выделять не собирался. Потом коммуникации прокладывать и так далее. Все это стоило бешеных денег и откатов. Вот. И кроме того, значит, те администрации в городах, которые были поумнее, они обуславливали выделение вот этих вот участков тем, что строители должны были, во-первых, обустроить все в комплексе, то есть вокруг дома, не только дом построить, как раньше было при социализме, детские площадки, тротуары и так далее. И даже дороги, которые, ну, значит, говорили так, ну, я тебе выделю участок, но ты построишь вот там, мне, значит, дорогу в городе отремонтируешь, потому что у меня такая проблема. Да, это было. И города стали лучше расти, и дома стали расти, как на дрожжах, и цены на недвижимость росли бешеными темпами. После этого стали расти цены на материалы, значит, цемент резко дорожал. Я просто хорошо это помню, потому что как раз в это время я строил для себя дом, и я это очень хорошо помню, как цены росли 30-40% и на строй материалы тоже. Ну, прежде всего, на цемент выросли цены там в два раза за один год, и все же БИ выросло, значит, в два раза все эти пенобетонные блоки, все растворы, все смеси, все это выросло ровно в два раза достаточно быстро. То есть, цены росли бешеными темпами. Могло ли это продолжаться бесконечно? Конечно, нет. То есть, все деньги вот шли туда бесконечно, как-то вот прямо вот, ну, модель такая. Все деньги идут в одну область, в недвижимость, в строительство. Действительно, это было лучшее время, но когда-то цены должны выровняться. Почему они должны были выровняться? Ну, я уже тогда ездил достаточно много по заграницам, я смотрел, сколько стоит недвижимость за границей, и всегда удивлялся их ценам. То есть, там квартира стоит, ну, в каком-нибудь там пригороде Парижа, или еще где-нибудь там, ну, 150, 200, 250 тысяч долларов. Ну, в общем-то, квартира так себе. Ну, вот, двушечка и площадь не очень. Вот, а у нас она стоила, ну, до этого дешевле. И вот в какой-то момент стоимость недвижимости сравнялась с общей мировой. Ну, куда она дальше будет расти? Да вряд ли она будет дальше расти, ребята. Уже некуда. Вот, и начали эту недвижимость, вот самые крупные промышленные группы, конечно же, продавать, которые покупали ее подъездами, они стали ее подъездами и продавать. Но это к 2010, там, 2011 году уже насыщение произошло этого рынка. Цены уже росли не так быстро. И что произошло потом? А потом наступает 2014 год. Вот, и вы знаете, там, украинские события. И против России вводят санкции. И очень быстро рубль обесценивается, потому что в результате санкций бешеное количество долларов выводится из России. прекращается инвестирование, прекращается поток долларов сюда, нефть уже начинает падать. И приветики. Рубль падает. Если до этого, в 2012-2013 году, доллар стоил 27-28, там, 29-30 рублей за доллар давали, потом 32 рубля за доллар, и в 2014 году 34-36, 40-42. Короче говоря, мы заканчиваем, вы знаете, 2014 год, 80 рублей за доллар он вырос, потом упал до, там, где-то 70 с лишним рублей за доллар. Что произошло с ценами на недвижимость? Ничего с ними не произошло. В рублях они как были, так и остались. А если считать в долларах, то они упали, ну, практически в два раза. Плашмя. То есть, если в 2013 году можно было продать квартиру, скажем, за 200 тысяч долларов, то уже через год вы на эти 200 тысяч долларов могли купить две квартиры. Либо купить одну квартиру за 100 тысяч долларов, точно такую же, и иметь еще 100 тысяч долларов лишних. То есть, квартира бесплатна, грубо говоря. Вот, с тех пор недвижимость уже остановилась в цене, если считать в долларах. Все, с тех пор она стала неинтересной. И те, кто занимается недвижимостью, значит, ну, реклама-то продолжала идти по инерции. Недвижимость лучше вложения, лучше инвестиции. Она растет быстрее всего. Но она уже не растет, ребята, быстрее всего, потому что... И там всякие рекламные акции. Купи прямо сейчас, потому что вот прямо сейчас мы 10% скидки. Больше такой скидки не будет. Естественно, не будет, потому что следующая скидка уже будет 15%. Вот. То есть, бегом-бегом распродавать. И, конечно же, это повлекло за собой... Да, и вот в те самые тучные годы, когда недвижимость стоила бешено, росла и промышленность, и росли предприятия, поэтому поток рабочей силы направлялся куда? Все основные деньги в Москве, поэтому в Москве аренда квартиры резко тоже выросла. Настолько, что москвичи думают, а зачем нам эта квартира? И многие люди просто сдавали квартиру в Москве, уезжали в Таиланд и жили в Таиланде годами на деньги от сдачи квартиры. В 2014 году хренак сразу пополам ровно, и денег на жизнь на Бали, и в Таиланде не хватает, и надо уже работать, а работать уже не хочется. То есть, вот эти вот все схемы, они затормозились резко. И что произошло? Да, на недвижимости все еще можно было заработать, но уже используя какие-то специальные схемы. То есть, смотрите, если вначале продавалось вот такие квартиры, там целый этаж, одна квартира, и все такое вот для самых богатых, то уже стали квартирки-то мельчать, уже двушечки, однушечки продаются, уже студии продаются. Что такое студии? Это все вместе в одной комнатушке сейчас, понимаете? И как спасать это дело? Ну, то есть, мелкие фирмы строительные стали разоряться, и вот подходит уже, жареным становится для крупных фирм пахнет. И какие крупные фирмы к тому времени были? ПИК, ну, СУ-155, МОЗ-Облстрой, мы знаем такие фирмы. Были еще всякие, типа, ну, схематозы такие, типа, жилищные инициативы, те намного раньше, значит, там уголовные дела на них заводили и так далее. Вот, что произошло? Смотрите, для того, чтобы поддержать этот рынок как-то уже, потому что, ну, обороты пошли, правительство понимает, что надо что-то делать, как-то поддерживать. Но какие меры вводились? Для того, чтобы обеспечить жильем военных, которые, ну, тоже были тогда уже не нужны, армия сокращалась, в общем-то сказать, вот, ввели жилищные сертификаты, то есть военным офицерам при увольнении в запас давали сертификат, который ты можешь, ну, как бы, использовать как вклад в строительство, то есть государство на этот же личный сертификат строит, ну, часть квартиры до, там, ну, обычно это стоило 30% от квартиры, вот, но военный получал возможность в любом городе этот сертификат использовать. Ну, это была программа помощи, в принципе, не только военным, но и строительству, вот. И там, ну, больше всего на этом работало СУ-155, но когда это немножечко прекратилось, в общем-то сказать, у СУ-155 огромные долги, у ПИКа тоже огромные долги, в СУ-155 были у руководства там военные, там какие-то, вот, они говорят, не, не, у нас связи, так сказать, мы никогда не рухнем, так сказать, у нас все надежно, и они поэтому залезали бесконтрольно в долги. У государства возник вопрос, какую из компаний закрывать, ПИК или СУ-155? То есть они обе огромные, обе просят денег, и что делать? Ну, в результате государство сказало, что все-таки СУ-155 накроется, все их активы распродаются за долги, конечно, этих долгов, ну, этих денег не хватит на покрытие всех долгов, вот. А ПИКу дали деньги, и, ну, в результате ПИК уже стал во многом, ну, грубо говоря, государственным, потому что эти деньги были даны под облигацией. Вот. И ПИК стал почти государственным, ПИКу стали помогать, то есть все программы государственные перевели там на ПИК, и вроде ПИК спасли. СУ-155 накрылась, потом накрылась точно так же Мособлстрой, которые, так сказать, там обманутые вкладчики и так далее появились. Вот. Все это было. Что пошло дальше? А дальше-то уже и это не работает. Уже платежеспособный спрос, ну, не растет, по крайней мере, недвижимость, резко, так сказать, ну, как бы строятся строительные предприятия, стройматериалы производятся, а продавать их некуда. В общем, сказать, наблюдается некий кризисное явление, в общем, в этой области. И, ну, как помочь? Ну, давайте придумаем реновацию. То есть, есть старые жилищные фонды, хрущевки, давайте мы их будем ломать и переселять людей в более современные. Ну, вот сейчас идет по всей стране программа реновации, то есть, ломаются в центре старые дома, ну, была точная застройка, переселяются люди за, ну, в пригороды в основном, или там как-то расселяются. Реновация. Но реновация тоже прекращается. И вот сейчас, что у нас происходит сейчас? А сейчас происходит вот этот вот самый кризис. Будем называть вещи своими именами. Все производства сейчас остановлены, якобы из-за коронавируса. Так сказать, причину истинную. Не уверен, что это только коронавирус, это только триггер, который запуск для этого явления, я считаю. Но производство не развивается. Приток рабочей силы не нужен. Сдавать квартиру некому. Потому что кто за нее будет платить, когда платить-то нечем, нет работы. И жизненный уровень неминуемо у людей упадет. Смотрим на нашу формулу. То есть, А упадет. Б? Да Б уже упала, потому что поразорились фирмы. То есть, дома продолжают строиться, но они уже с огромным скрипом продаются. С огромным. И сейчас еще искровые счета ввели, для того, чтобы строительные компании не могли обмануть вкладчиков. Но это затрудняет и строительство. То есть, в недвижимости сейчас, друзья мои, мне кажется, недвижимость – это не лучшее средство для вложения денег. То есть, вы ее не сможете сдать в аренду, потому что нет платежеспособного спроса, во-первых. Во-вторых, ну, в принципе, некому, потому что люди не стремятся в город, скорее наоборот. Складская недвижимость не нужна. Торговая недвижимость, торговая аренда. Когда у людей повышался жизненный уровень, то люди бежали, покупали товары, покупали одежду, обуви и так далее. Что происходит сейчас с торговой недвижимостью? Ну, вы знаете, что вся торговля остановлена, там одежда, всякие косметики и так далее. И поговаривают, что процентов 50 из них уже не откроется. И торговые центры, которые жили только за счет аренды, естественно, они сейчас тоже очень многие не выживут. То есть, покупка коммерческой недвижимости тоже плохая идея. Как я считаю. Вот. Теперь дальше. Смотрите, что мы наблюдали совсем недавно с нефтью? А совсем недавно с нефтью была следующая ситуация. Нефть. Для того, чтобы ее добыть, нужно, во-первых, геологоразведка, это деньги, большие деньги, потом просверлить скважину, обустроить ее, значит, вытащить нефть из-под земли, значит, прокачать все это стоит денег, больших денег. Может стоить нефть ноль? Да нет, конечно, не может стоить нефть ноль. Нефть должна стоить каких-то больших денег. Так вот, недавно была совершенно невероятная ситуация, когда нефть стоила минус 37 долларов. Да, это был момент, но она стоила отрицательная. Стоимость нефти была отрицательная. То есть, если вы покупаете нефть, вам ее за нее приплатят, если вы согласитесь ее взять. Потому что, когда вы берете нефть, это есть еще и расходы на хранение, на транспортировку, то есть, вы ее должны куда-то деть. Так что, на недвижимость, ребята, могут ли быть отрицательные цены на недвижимость? Могут. Ну, а нефть? Вы видели отрицательные цены? Видели. Как могут быть отрицательные цены на недвижимость? Да очень просто, смотрите. Вот у вас есть недвижимость. Чемодан без ручки, в принципе, продать ее практически нереально. Нереально вложить вложенные деньги вы уже не вернете точно, абсолютно. Но... А вы не думаете, что... Вот в Америке, например, основной налог – это налог на собственность. И на недвижимость. Почему? Потому что от него не убежишь. Вот она, недвижимость, она твоя, она зарегистрирована. У нас уже давно ходят слухи, что неплохо бы повысить налог на собственность. Раз этак в пять. Чтоб было, как в Америке. То есть, если сейчас налог на недвижимость, ну, он достаточно символический был, возьмем-ка и поднимем. Обаньки. То есть, у вас есть недвижимость, сдать вы ее не можете, она пустует, но налог заплати. И коммуналка растет. И коммуналку вы тратите. То есть, владение недвижимостью, это не... уже становится не радостью, а абузой, за которую вы должны платить. Немаленькие деньги. И я вам скажу, что регулярно происходят всякие стихийные бедствия, пожары и так далее. Люди говорят, ну, как же так? Государство нам должно помочь. Никому ничего государству не должно помочь. А государство что ведет? Такую же систему, как с автомобилями. В транспорте есть, вы знаете, ОСАГО. Это обязательное страхование автогражданской ответственности. Так вот, есть мысли, что правительство ведет обязательное страхование недвижимости. Точно так же, как транспорта. Вы думаете, этого не будет? То есть, смотрите, налог на недвижимость. А еще больше будет программа обязательного страхования недвижимости. А если не застрахуешь, то значит, у тебя ее просто отберут. Вот тебе, пожалуйста, расходы на недвижимость. И к чему это приведет? Ну, наверное, к росту цен на недвижимость или к падению. Как вы считаете? Вот. И платежеспособный спрос. Опять же, сейчас люди не работают, денежек у людей нет. А. Падает резко. Б. Не растет уж точно. Тоже падает. Вот. Но, тем не менее, цены на недвижимость упадут. Вы их не продадите, а будете платить вот эту самую страховку и повышенный налог. Согласны вы со мной или нет? Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Свои мысли я изложил. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Деметков Юрий. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok